Мне позвонили по телефону, через WhatsApp предложили поработать в инвестициях, внести деньги. Я долго отказывался, это длилось месяца полтора. И 18 апреля на меня вышли, и я согласился уже, им дал добро. И первый раз сбросил им где-то порядка 12 тысяч рублей. И в тот же вечер ко мне уже подкрепился менеджер, и мы поработали три дня. Там буквально на финансовых позициях заработали где-то порядка 10 долларов. И вот в пятницу она сразу мне предложила, что вот есть арбитражная торговля. Очень выгодная. Берем, покупаем акции в российской «Газпроме» по 182 рубля, а продаем казахстанской бирже по 301 рублю. И мы сразу же решили, это уже был вечер, ночь, почти. В Сбербанке взять кредит полтора миллиона, чем больше, тем лучше. Но Сбербанк отказал. Поэтому она сказала, тогда я возьму в хедж-фонде у нас 600 тысяч рублей, больше не дадут. Я согласился, якобы не есть. И вот эти деньги играли и в понедельник. Только в понедельник заказ закрылось, а все якобы это дело. И на счет поступило миллион 156 рублей. Как объяснили мне, 156, 600 возвращаешь кредит в ЭТВ-банке, который я брал в понедельник и им отправил, не во вторник, 600 тысяч рублей. И вот эти 600 тысяч из этих 156 возвращаешь, и 556 – это твои личные деньги. Ну а в среду они мне вывели 7668 рублей на пробу. И буквально в среду, уже буквально через два часа вечером, начали выводить средства вот эти миллион 150... Уже не миллион 156, оказалось меньше там немножко. А с чего, не знаю. И чтобы их вывести, как мне позвонил уже этот Барклайс-банк, вдруг неожиданно, что нужно заплатить 226 тысяч рублей, перевести на указанные реквизиты эти, которые, скажем, менеджер. Продолжение следует...